В результате разлива реки Иссель был ограничен въезд в село Ушкарасу Жаркаинского района. Необходимые вещи доставляются жителям населенного пункта, но проблема электроснабжения не решена. Акимов власти Марадахмедшан, в которой специально посетил село, поручил ответственным решить все имеющиеся проблемы. В эти дни въезд в населенный пункт закрыт. Соответственно, жители не могут покинуть пределы своего села. Работники ЧАЭС выезжают на лодках и оказывают гуманитарную помощь. А вопрос с электричеством решится за день-два, сказал Акимов области. Сегодня еще у нас несколько сел, в которых тоже нет сообщения. Это надо признать, потому что это водные стихи. Будем принимать все меры. Поэтому я еще раз, если есть какие-то неудобства, извините, пожалуйста. Сейчас, завтра уже генератор в пути. Единственное, давайте, такой безопасный маршрут, чтобы сюда доставили. Марат Ахмеджанов принял решение направить в село Ушкарасу два генератора мощностью 1000 кВт, каждый для электроснабжения населения. Поставки генераторов запланированы в течение двух дней. Чтобы работа не прерывалась, были выделены две лодки. После встречи с жителями Марат Ахмеджанов провел совещание с представителями местных исполнительных органов, озвучив задачи. Совместно с Управлением здравоохранения взять на особую контроль обеспечение лекарственными средствами учителей населенных пунктов, отрезанных таловыми водами и разливом реки, а также в случае необходимости организовать выезд врачей в данные села для проверки состояния здоровья. Совместно с Управлением координации занятостей и социальных программ организовать работу по доставке пенсионных и социальных выплат до населения, а также закрепить социальных работников за населением, нуждающимся в социальной поддержке и внимании, внести предложение по решению вопросов ежегодных переливов и отсутствия транспортного сообщения населенных пунктов, организовать работу по оплате единобременных выплат пострадавшим от паводков в размере суммы РУП в кратчайшие сроки. Аким области поручил усилить работу комиссии по возмещению материального ущерба. В эту комиссию необходимо привлечь экспертов и представителей общественности. Тем временем отдел внутренней политики обязали провести разъяснительную работу среди жителей о порядке возмещения расходов. Вероника Цветкова, Фариза Солбекова, Алмаз Адвокасов, Кукще, Акпарат.